Итак, какие соображения насчет хозяев этого матча у Константина Генича? Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. Посмотрим на состав хозяев. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечему добавить. Давайте смотреть. Брума. Пока неплохо. Ир. Нужно бить поворотом. Спасает братарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Просто невероятный перехват. Брума. Тут может что-то получиться. Пол команды обыграл. Ничего себе. На бики и так. Лотарь спасает, но эпизод еще не окончен. Соломон к калу. Это может быть опасно. Опасно ход партнеру. Где же удар? Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Мяч ушел в аут. И снова аут. Кевин Камп. Такие передачи придают атакам остроты. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Может получиться интересная атака. Подача на дальнюю штангу. Защита первая на мяче. Вынос. Эмиль Форсберг. Совсем необязательная потеря. Можно продолжать атаку. Будет штрафной удар. Посмотрим за этой атакой. Форсберг! Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершен. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Эмиль Форсберг. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пас на ход может быть интересно. Тут может что-то получиться. Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Блестяще! Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Это может быть опасная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Выручил он свою команду. Соломон к калу. Кевин Камп. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Пока неплохо. Ащет вперед мяч. Тут просто подарили мяч сопернику. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Две минуты добавляют сюда. И выносится мяч и штрафной. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Уходит команда. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Отлично сыграно. Надо решать. И подает в штрафную. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хороший первый тайм он провел. Так. Ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы. Поэтому надо во втором тайме постараться. По мнению Лайцмена, вне игры находился нападающий. Но не знаю. Мне так не показалось. Эмиль Форсберг. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Может быть интересно. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Какая атака, а? Какой гол. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Владимир Дарьев. Лекель. Может получиться интересная атака. Да, положение вне игры было. Да и момент опасным не назовешь. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. И массирование в обороне всегда легче и правильнее атаковать фланги. На вики и так. Есть варианты, куда сделать пас. Отобран мяч, надо возвращаться. 20 минут до конца основного времени матча. Лекель. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Много игры в пас у этой команды, но всю эту... Удар в перекладину. Хороший вынос мяча из штрафной. Эмиль Форсберг. Это может быть опасно. Хороший по задумке пас. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Соломон к Калу. Федот и Бишевич. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пока неплохо. Пульсен. Братарь! Вот это сейв! А вот это может быть опасно. Три минуты до конца основного времени. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова